Имя этого актера редко мелькает на страницах желтой прессы, но разговоры о нем ведутся постоянно в творческих кругах, поскольку он притягивает к себе внимание ярким талантом и необыкновенной внешностью, что в сочетании и дает ему возможность перевоплощаться в самые разные образы, достоверно играя представителей разных эпох, сословий и профессий. Трудно сказать, какая из ролей сделала его популярным, поскольку каждая из них по-своему интересная и запоминающаяся, но, все же, из них можно выделить те, которые выносили его на новый виток популярности. Это Алексей из фильма «Прогулка», Артем Князев из сериала «Любовь, не то что кажется», Серж из мелодрамы «Полет бабочки», Арамис из исторического сериала «Три мушкетера» и Коля Ковальчук из триллера «Знакомство», где партнером Баршака стал легендарный Сергей Маковецкий, которому, как отмечали критики, Павел не уступил своей игрой. Родился будущий актер в 1980 году в Москве. После окончания школы юноша поступил в ГИТИС, где учился на режиссерском факультете в мастерской Петра Фоменко, а когда в 2001 году получил диплом, то стал работать в театре своего педагога, мастерской Петра Фоменко. В 2002 году он впервые появился на большом экране, а уже через год получил главную роль в молодежном фильме Алексея Учителя «Прогулка», что и стало отличным стартом в его кинокарьере. Трудно сказать, почему актер с самого начала своего творческого пути стал быстро продвигаться вперед. Ведь многие знаменитости порой десяток лет ждут звездной роли, довольствуюсь, чуть ли не эпизодическими ролями. А Павел оказался одним из тех счастливчиков, к которым удача все время поворачивается лицом. Хотя, если подумать, здесь нет ничего странного, ведь парень действительно обладает ярким талантом и способностью легко перевоплощаться в разные образы, не говоря о его фактурной внешности и особенно, глазах, которые просто завораживают зрителя. Но не будем пить дифирамбу актеру, он и так их постоянно слышит от своих многочисленных поклонниц, а остановимся на фактах. За 15 лет своей творческой деятельности Баршак снялся в 73 х-проектах разного жанра, среди которых не только драмы и мелодрамы, но и боевики, триллеры, криминальные ленты и исторические фильмы. На экране он был и гонщиком, и ветеринаром, и бизнесменом, и милиционером, и программистом, и адвокатом, и белогвардейским поручиком, и мушкетером. И в каждом из этих образов он был настолько убедителен, что казалось, любая из этих ролей создана именно для него. Сегодня, в свои 38 лет, актер находится на пике популярности. В 2018 году уже вышло пять проектов с его участием, а еще шесть пока находятся в производстве. При том, что актер всегда открыт для прессы в своем творчестве, личную жизнь он всячески скрывает, и в интервью обходит эту тему стороной. Известно, что сейчас он женат второй раз. Что касается его первого брака с Анной Политковской, то он был неудачным и скоротечным, но самое интересное, что сын Федор, родившийся в этом браке, после развода остался жить с отцом. Со временем личная жизнь Павла наладилась. Он встретил девушку, которая не только ответила взаимностью на его чувства, но и нашла общий язык с его сыном, так что их встречи быстро закончились свадьбой. Евгения, так зовут жену актера, по профессии дизайнер. В этом браке у пары родился сын Фома, и сегодня родители занимаются воспитанием уже двух мальчишек, которые требуют к себе немало внимания. Но это не смущает, ни Павла, ни Евгению, так как они светским вечеринкам предпочитают домашний уют и с удовольствием проводят время со своими детьми. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях, понравилась статья, нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?